В селе Капал Алматинской области разрушаются дома почти с 200-летней истории. В 19 веке населенный пункт был уездным городом. Его основал князь Горчаков в 1847 году. Это был культурный торговый центр Семеречья, который лежал на Великом Шелковом пути. В свое время в Капале побывали Шукану Алиханов, Петр Семенов-Тиньшанский и Томас Аткинса. Там же находится и знаменитый источник Тамшабулак. Он тоже приходит в запустение. В Капале все деревянные дома были собственностью крупных купцов. После прихода советской власти они использовались под детские сады, совхозные конторы и портком, столовые, музеи. Алмухамед Елиспаев наизусть знает историю каждого старого здания в родном селе. Этот дом в свое время был гордостью Капальцев. Сложенный в 19 веке из бревен вековой ели, он был крепким и одним из самых видных. За последние 20 лет без присмотра он совсем обветшал. Сейчас остались только стены. В этом доме жил купец первой гильдии Шайхмед Абсаттаров. Он его и построил. В 30-х годах прошлого века он с семьей сбежал в Китай. При советской власти дом перешел к государству. Здесь располагался райком. Позже дом Шайхмед Бая был детским садом, столовой. Сейчас о его былом величии напоминают только фасад. Внутри практически все разобрали. И таких памятников архитектуры 19 века в Капале много. Есть две старые мечети. А в здании действующего музея в годы гражданской войны располагался госпиталь. Все эти здания стали заброшенными после того, как Капал потерял статус райцентра. Многие из деревянных конструкций разобрали. В нескольких домах живут. Поэтому они сохранились. Ну а другие растаскали по бревнам местное население. Если бы они в свое время перешли в собственность государства, тогда возможно сохранились бы в своем первозданном виде. Но у всех этих обветшавших строений оказались собственники. Поэтому у местной власти нет прав на них. Нет возможности у Акимата содержать и знаменитый источник Тамшбулак. Его круглый год посещают туристы. Сейчас уникальный ручей приходит в запустение. Кругом мусор и уныние. В бюджете средства не предусмотрены по уходу за источником. Мы сами своими силами его, как можем, поддерживаем. Очищаем его. Но посетители сами не понимают его ценности, не относятся бережно к нему. Оставляют после себя мусор. Бюджет села скромный, говорят специалисты. В этом году на 600 миллионов тенге из области ремонтируют 6 улиц. По словам местных жителей, богатая история Капала могла бы лечь в основу туристического бренда «Семеречье». Но пока об этом можно только мечтать. Гульнар Жантасова, Хуануш Тургенбаев, Хабар-24, Алматинская область.